Эта часть выставки начинается с работы Владимира Марина, которая называется «Письмена», и которую он сделал как раз, когда на прошлой резиденции он посетил завод-музей, с которого мы только что прибыли, и это вот сварочные листы, которые он фотографировал, то есть сварщики, когда им нужно было сделать, чтобы металл не скользил, и они наваливали такие полоски, и это довольно монотонное занятие, они разнообразили тем, что они могли писать какие-то слова, могли подписываться, могли делать какие-то рисунки, он отфотографировал эти рисунки и сделал заново на листах этого железа, можно заходить внутрь, и это такая своеобразная пещера, которая сделана таким образом. Здесь вот рядом есть такая будочка, которая называется «Китайская комната», это перформанс группы «Куда бегут собаки», и я немного не по плану начал, то есть все работы, так или иначе, ну как-то инспирированы городом или людьми, которые здесь живут, и в данном случае вот эта работа, она делается совместно с жительницей Тагила, травницей, которая собирает уральские травы и делает травяные чаи свои. Вот, и группа «Куда бегут собаки» вместе придумали такой проект, то есть так можно узнавать время по вкусу чая, то есть травница подготовила специальные смеси на каждые пять минут, то есть вы, чтобы поучаствовать в этом перформансе, один человек должен стоять вот здесь вот и спрашивать у другого который час. Второй, который заходит туда, берет рацию, звонит, ну то есть набирает травницы, и она по инструкции из каждой баночки нужно добавлять и выдает этот ответ как бы в виде чая, то есть цифра не произносится, но вот этот чайный вкус, это эквивалент этого времени. Следующий проект Глеба Ершова, он называется «Зеленая линия». Вообще это тоже проект, который Глеб делает уже много, довольно продолжительное время, и еще он называется «Прогулки за искусством», то есть художник вместе с помощниками, в смысле с помощниками, с людьми, которые интересуются искусством, выходят в городскую среду любого города. В частности, в Нижнем Тагиле мы обнаружили очень много примеров современного искусства, то есть здесь существуют примеры из тагильской реальности и их аналоги или оригиналы каких-то художественных работ, сделанных разными художниками. Даже вот известному, ну и очень крутому памятнику Ленина Шаре нашлись свои рифмы. А здесь, кстати, видео этой экскурсии, собственно, можно посмотреть, как она проходила.